Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как будет организовано питание в самарских школах? Что известно о предстоящем параде памяти 7 ноября в Самаре? Как меняет город программа формирования комфортной городской среды? В нашей студии заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорта Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев. Сергей Владимирович, Вячеслав Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и предлагаю начать с социального блока вопросов. Это в принципе может быть даже и понятно, потому что вот уважаемый Вячеслав Сергеевич возглавляет комитет, который объединяет по большому счету такой вот мощнейший блок социальный именно нашего города. В самарских школах проводился и проводится капитальный ремонт пищеблоков. Недавно депутаты обсуждали исполнение сроков поставки оборудования для пищеблоков и обеденных залов в самарских школах. Вот по вашей оценке, как идет работа на сегодняшний день? Ну мы обсуждали не только поставку оборудования, но и в целом, как идет работа в этом направлении. Вы правильно говорите, потому что у нас эта работа организована в городе по предложению депутатов и поддержана главой городского округа Самары Еленой Владимировны Лапушкиной, начиная 4 года назад. Именно комплексный капитальный ремонт пищеблоков с установкой нового оборудования, новой мебели и современного пространства самого обеденного зала. Если брать цифры, то цифры примерно такие. Значит, в 2020 год было отремонтировано 9 пищеблоков комплексно, в 2021 год было отремонтировано 14 пищеблоков, в этом году отремонтировано 27 пищеблоков и 2 пищеблока были сделаны, ну скажем, такие работы, как ремонт самого зала в двух школах. То есть это комплексная работа, где уже полностью под ключ делается и обеденный зал, и пищеблок в школе. Ну то есть, если я правильно понимаю, на самом деле вот задача это сделать так, чтобы полностью во всех школах вот эта зона была новая. То есть все, что касалось пищеблоков и обеденной зоны для питания, скажем так, для школьников, это все нужно обновить. Да, это обновляется полностью все, как я уже и говорил. Это и все коммуникации, это оборудование, причем ставится новое оборудование, ставится современное оборудование. Например, такое, как параконвектомат. Это уникальное оборудование для приготовления, ну такой правильной пищи, скажем так. Как вы его назвали еще раз? Параконвектоматы. Параконвектоматы? Вот. То есть это агрегат, оборудование, в котором готовится, приготовляется, соответственно, блюдо. На пару, судя по звуку. Практически да. Практически да. То есть это нормальное, хорошее диетическое питание. Это здоровое питание, то, к чему призывали нас всегда, когда это диетологи. Которое рекомендовано и Роспотребнадзором, да, рекомендовано в питании детей. Вот. Потому что, ну мы знаем, что есть моменты некоторые, которые обязательно должна школа учитывать при питании детей. У кого-то у детей есть там аллергические реакции, да. У кого-то какие-то индивидуальные непереносимости есть. Вот это тоже идет, скажем, в ту работу, которую проводят образовательные учреждения у нас. Вот. И то количество пищеблоков сейчас современных, ну, во-первых, они красивые. Вот мы на комитете обсуждали этот вопрос с руководителями, и они говорят, из-за того, что помещение изменилось, мебель новая, да, стены такие красивые, современные. А здесь нужно еще учитывать тот момент, что к этой работе подключены дети, педагоги, родители. То есть родительский общественный контроль депутатский, он проходит постоянно. И на стадии ремонтов, и на стадии организации питания, и вот в обычной повседневной жизни это происходит. Вот. И изменилось столовая настолько, что количество питающихся детей вот в этом году увеличилось. Понимаете, то есть дети с удовольствием идут в столовую, понимая, и родители понимают, что и готовится все на высоком уровне, да, и красиво, и уютно, и уже есть желание туда прийти и покушать. Питание в образовательном процессе – это очень важная вещь, потому что, ну, ребенок не может без питания находиться, да, потому что идет мозговая очень такая активность, да, двигательная активность. Поэтому это очень важный фактор вот для развития детей, для обучения детей. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, он как раз касается этой темы, затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Здесь больше не дует из окон, под накаминими скрипят деревянные полы, нет сильного запаха еды и повышенной влажности воздуха. Столовая школы номер 29 изменилась кардинально. Здесь провели ремонт пищеблока и обеденного зала, закупили бытовую технику, заменили освещение и систему водоотведения. Посмотреть новое помещение приехали депутаты городской думы. Пищеблок давно требовал обновления. Школа была построена в 1981 году, и с того времени здесь проводился только небольшой косметический ремонт. Здесь более 500 детей начальной школы. Вот на данном объекте, в этой школе, стопроцентный охват беречь и питание. И 83-85 процентов, в зависимости от отдельного расписания, это 5-11 класс. Сегодня новое помещение выглядит ухоженным и уютным, а работать и обедать там – одно удовольствие. Дети оценили столовую по достоинству. Теперь здесь, в комфортных условиях, они получают силы для усвоения знаний. Ну, выглядит замечательно, то есть, вот, выглядит вкусно, выглядит красиво. У меня два вопроса. Вопрос первый. Когда будет во всех школах, вот, примерно то же самое? Ну, и как вы оцениваете, вот, качество тех работ, которые проводятся? Потому что понятно, что, наверное, вот, идеально-то везде не может быть, или все-таки так получается? На следующий год уже сейчас подготовлена документация на 31 школу. То есть, еще больше, чем в этом году? Да, еще больше, чем в этом году. 31 школа сейчас департаментом образования подготовлена документация, проектная документация. Вот за те годы, что делаются капитальные ремонты, а сегодня мы должны сказать, что в этом году, в этом очень активно участвуют у нас и Губернская дума, да, и областное правительство. То есть, город получил субсидию на капитальный ремонт пищеблоков. Это программа, которая на несколько лет рассчитана. И вот мы планируем, что на следующий год тоже эти деньги будут доведены в городской бюджет. И эта работа будет продолжена. На 31 учреждении, как я уже сказал, сейчас делается документация. Это первое. Второе. Мы говорим сегодня о комплексном подходе, да. Это очень важно, потому что, ну, вы вот увидели в сюжете сегодня, да, что все делается полностью. Вот. И городской бюджет тоже будет планироваться на следующий год таким образом, что часть школ тоже будут включены именно вот в капитальный ремонт, как это было и в этом году. Ну, то есть, у нас... По качеству работ мы проводим с депутатами постоянный мониторинг, с депутатами Дома городского округа Самара, с депутатами районных советов, не только в своих округах, да, но и в сопредельных территориях. То есть, там, где проводится капитальный ремонт, обязательно есть общественный контроль. Понятно, что за это отвечает администрация школы, департамент образования, но депутатский корпус районных советов, депутатский корпус городской думы, фракции «Единой России», мы постоянно находимся на объектах и какие-то моменты все время отслеживаем именно по качеству ремонта. И второй момент, что сейчас наработан уже достаточный опыт, да, у нас школы все разные, я имею в виду структурно. Ну, понятно, просто и количество детей, и архитектура, да, да. Но сегодня есть, да, те моменты, да, есть какие-то моменты рабочие, которые сегодня уже в проектировании и в работах на будущее можно очень четко учитывать по архитектуре той или иной школы. Здорово. Но, к сожалению, не во всех школах есть возможность. Там в качестве примера можно привести 166-ю школу, которую мы также недавно посетили, где с третьего перенесли именно зону приготовления и питания детей на первый этаж, что отремонтируют, что теперь это комфортное, удобное место на первом этаже. Но, к сожалению, особенно это касаемо исторической части города, Самарского района, во многих школах это памятники объекта культурного наследия, не везде есть возможность сделать непосредственно места приготовления. Соответственно, туда пищу привозят. Привозят там с ближайших, она также, меню оно одинаковое. Мы специально с Вячеславом Сергеевичем заезжали в место, где приготовляется эта пища. Соответственно, на той территории школы, где приготовляется пища, точно такое же меню, такие же порции. Но самым важным показателем для нас являются, потому что дети и родители для нас всегда самые близкие. И дети являются ярким индикатором. Мы присутствовали в ряде школ, разговаривали с детьми и наблюдали. Если это вкусно, ребенок это скушает. И ребенок ходит туда. И ребенок в любом случае придет туда, потому что его приведет учитель. Но показателями пустая тарелка, или он к супу, к каше не притронулся, то, что ему предлагают, здесь уже показатель питания, показатель рациона. Рацион сбалансирован, там есть завтрак, обед, полник в школах. И там уже по калории, по весу, там уже, соответственно, все подбирается. Но именно показателем качества еды, и вкусно или невкусно, у нас являются дети. Мы, как родители, с вами всегда беспокоимся о детях, чтобы он у нас был одет, накормлен. Мы его отправили в школу на целый день. Соответственно, он у нас там должен завтра покушать, обед скушать. Не так, что он туда пришел, условно, что-то не доел. Поэтому мы с депутатами максимально, помимо того, что следим за рационом, но это прежде всего общение. Прежде всего общение с детьми, с родителями, которые говорят довольно откровенно. Если есть где-то какие-то недочеты, мы, соответственно, с теми комбинатами школьного питания, уже с департаментом, если вдруг какие-то есть замечания, по именно нравится-не нравится детям, да, там все по-разному. Мы на это очень быстро реагируем и с комбинатом школьного питания максимально отрабатываем. Потому что пустота тарелок, когда детишки все у нас съедают, это является ярким показателем. Мы, как родители, уже спокойны за своих детей, что они у нас там возвращаются и день проводят в школе с этой. – Ну и самое главное, они вырастают здоровыми, потому что, ну, ребенок, собственно говоря, это не секрет, это важно, ребенок должен питаться регулярно и правильно. – Да, белки, жиры, углеводы, калории, конечно, они должны обязательно, все витамины присутствовать. И я хочу добавить здесь, что также в школах, ведь у нас проводится и летняя оздоровительная кампания, да, когда у детей уже не двухразовое, а трехразовое питание, да, это вот то, что у нас оплачивает городской бюджет, областной бюджет. Кстати, нужно здесь сказать, что с 1 по 4 класс дети у нас кушают бесплатно. Это был указ президента, мы его выполняем, причем начали выполнять по поставленной задаче губернаторам с самого первого, вот, что называется, дня, года. Да, вот, это 62 рубля 20 копеек субсидии областного бюджета и до 70 рублей, например, завтрак доплачивает у нас городской бюджет на сегодняшний день. 95 рублей у нас обед идет, то есть это фиксированная цена по всему городу, во всех школах, вот. И бесплатное питание у нас идет в лагерях дневного пребывания, то есть это практически в летний период, в июне, в июле месяце, практически во всех школах города. Ну, это, кстати, всегда подчеркивает, на самом деле, что дети, попадая в лагеря дневного пребывания, они питаются бесплатно, это крайне важно, на самом деле, для многих. Еще одна важная тема, которая, ну, для вот депутатского корпуса, я обратил внимание, что, может быть, такая вот одна из важнейших, это формирование комфортной городской среды, то есть изменение города в лучшую сторону, потому что, ну, делать это необходимо, Самару необходимо благоустраивать, необходимо менять к лучшему. Вот ваша оценка реализации в Самаре этой программы, она интересна тем, что она позволяет использовать разные источники бюджетные, вот ведь чем их хорошо. Я думаю, самый важный момент, жители сами могут участвовать, и начинают оборудование с двором, и это объединяет соседей для участия в этой программе. То есть они высказывают свое желание, что они хотят, когда хотят, и в дальнейшем эти программы уже реализуются на территории районов. Но мы все с вами хотим жить в красивом городе, мы все хотим благоустроенный двор с вами иметь. И здесь, когда в рамках этой программы мы видим благоустройство дворов, это воспринимается, конечно же, положительно. У нас есть там ряд других программ, там, цветущий двор, там, вот, их много, когда жители с удовольствием в них участвуют, да, там, выигрывают, получают дипломы. Но в рамках комфортной городской среды, получая комфортный двор, в котором мы живем, это, я считаю, самый знаковый и такой большой подарок у нас для жителей. У нас идет и благоустройство дворов, и какие-то малоархитектурные формы, озеленение, клумбы, лавочки. Все через какое-то время все равно все ветшает, приходит там в негодность, поэтому многие площадки, они заменяются. Это вот там уже требует и время, и износ этого оборудования. Но здесь максимально используются мы не только качели, карусели, там, но и турники для подростков, которые они-то необходимы. Где-то какие-то ограждения тех же газонов. Поэтому, на мое мнение, начиная от двора, в котором мы живем, программа, как мы помним, родилась у нас в Самаре, да, инициатором был у нас наш губернатор Дмитрий Геевич Азаров. И эта программа уже выросла на такой федеральный уровень, но для нас она родная, поэтому изначально, как к ней подходили, она у нас реализуется на территории наших районов. А вот важный вопрос в этой ситуации. Вот для того, чтобы это все эффективно работало, необходим, ну, скажем так, такой актив людей. То есть люди должны сами проявлять активность. И вот здесь важно найти этих активистов, которые, ну, во-первых, располагают временем и желанием это время тратить. Во-вторых, понимают, скажем так, хотя бы имеют некоторые навыки вот в строительных работах, то есть понимают в планировке и так далее. Вот где найти этих людей неравнодушных, с одной стороны, обладающих временем, желанием, ну, и какими-то знаниями? Ну, знаете, если там вернуться к какой-то истории, мы с вами вспоминаем наших соседей, да, когда там... Иногда соседи были ближе, чем родственники. Когда-то такое было. Были свадьбы, проводы в армию, дни рождения. Вот именно там, теми же подъездом, там, дружили с домами, которые находились во дворах. И здесь, наверное, вот именно это точка соприкосновения, когда люди начинают общаться. В каждом доме, поверьте мне, есть активный гражданин, который является таким локомотивом... И не один, как правило. Да, ну, по меньшей мере, да, там, который за собой уже организует этих людей. А это, опять же, общение, там, к сожалению, да, там, иногда в новостройках домах, там, соседи друг друга не знают. Да, такое бывает. А здесь вот именно это объединение тех людей, которые там идут в свои цели, которые хотят сделать свой двор краше, комфортнее для проживания. Один из таких моментов, он... Эти люди есть в каждом доме, в каждом подъезде. Поэтому... А помощь им всегда, вот такую конкретную, да, может оказать администрация районов. И управляющими к районам. Управляющими к районам. Депутат, опять же, да, здесь тоже нужно обращаться. И вот уже вот такая группа товарищей, которая должна превратиться в команду и реализовать этот проект, да, я думаю, что это вот самый правильный вариант. И опять же, здесь должен быть общественный контроль и со стороны жителей, и со стороны депутата на собственной территории, да, на округе, на котором он находится. Ну и, конечно, такой хорошая должна быть не только методическая, но и практическая помощь, да, отдел архитектуры, отдел ЖКХ, районных администраций. Что можно, что нельзя, как сделать лучшее? Какие варианты предложить? Ну, как правило, вот схематично жители выдвигают свой проект, а уже четкую доработку проводят соответствующие отделы администрации. Архитектура, ЖКХ, уже согласовывая, да, с ресурсоснабжающими организациями, да, расположение и так дальше. Вот здесь и, соответственно, работая с подрядчиками уже потом. Ну да, то есть проверяя, скажем так, вот насколько все это воплощено реально и насколько это все качественно, то есть какая толщина асфальта, резинового покрытия, ну то есть вот детали. Здесь, наверное, нам с самого начала подойти. Вначале есть, делается там ГПЗУ земельного участка, где уже показано, где проходят какие коммуникации, чтобы у нас при каких-то аварийных ситуациях не стояло оборудование на коммуникации, чтобы у нас какие-то хоккейные коробки, футбольные поля там, особенно с хоккейной коробкой, которые находятся на теплотрассах и зимой там невозможно залить, там на них лед. Поэтому изначально надо брать план территории этого участка и где какие коммуникации располагаются. Все-таки хочется сделать на долгие годы. И качественно. И качественно, да, чтобы потом пройдет год-два, все равно и сети имеют износ, да, и аварийные ситуации случаются, чтобы у нас там не раскопали, не перенесли, а именно в том месте, но это и требует законодательство, в том месте стояло, где оно должно быть, это оборудование. И это прежде всего безопасность детей, безопасность жителей, которые используют потом, да, эту площадку. В дальнейшем. И в дальнейшем, да. И вот для меня очень важный момент, что жители могут сами определиться с зонированием. То есть не все вместе, в одном месте, да, а зонирование, допустим, для маленьких детей, а, допустим, для пожилых людей, да, для ребят там среднего, старшего возраста, спортсменов, например, да, вот сейчас площадки очень такие, ну, модные, что называется, площадки для воркаута, допустим. Замечательная вещь. Я сам просто большой поклонник, я согласен. Потому что вот мы видим, что на этих площадках начинают и жители заниматься, да, ребят там подтягиваться, отжиматься. Это же тоже здорово. Там культура меняется, вы знаете, вот я заметил, там просто меняется вот как бы, ну, некая такая энергетика другая появляется, потому что приходят люди, которые занимаются спортом, и рядом никогда не увидишь уже людей курящих с там, с пивом и так далее. А когда жители участвуют в этом, да, вот чем больше жителей в этом участвуют, они уже понимают, что это не где-то и чье-то, что это их родное, да, и, наверное, вот потом сберегать... Надо беречь. Беречь обязательно нужно, и они тоже в этом начинают участвовать, потому что они к этому приложили свои силы, душу и руки. Вот если говорить о вот этой методической помощи, вот еще раз давайте артикулируем, то есть это администрация районов, это старшие управляющие по микрорайонам, управляющие микрорайонам, то есть это вот те люди, к которым жителям нужно обращаться для того, чтобы они им помогли методически. То есть как начать, как продолжить, как оформить проект. Как оформить документы, что предоставить, и, соответственно, уже участвовать в проектировании. И участвовать? Вместе с профильными отделами администрации района. Ну и, соответственно, участвовать потом в приемке того, что они делают. Конечно, и в общественном контроле, как мы и говорили. Вот если продолжать тему спорта, о которой мы сейчас говорили, этим летом, да, собственно говоря, не только этим летом, традиционно вообще летом в Самаре проводится много массовых спортивных городских мероприятий. Вот на ваш взгляд, они эффективно проводятся? Ну, вы знаете, вот одно из мероприятий, нововведений, которые мы проводим в парке Гагарина уже не первый год, выходные из ГТО, так он называет, на протяжении всего лета, с июня по август месяц. То есть выставляется оборудование для выполнения нормативов ГТО. Вот, и каждый желающий, выходные, родители с детьми, бабушки, там, дедушки даже, да, у нас есть и такое, как казалось бы, да, взрослые совсем люди, да, маленькие ребята, приходили и выполняли нормативы ГТО. Это был вот такой наше, наше, что называется, самарское ноу-хау, для того, чтобы каждый мог попробовать свои силы в ГТО. Далее у нас уже не первый год проходит акция «Приходи на пляж, поиграем», где люди не просто могут отдыхать, но и участвовать в каких-то, ну, скажем, активностях. То есть показывается и выступают там различные федерации со своими мастер-классами, чтобы показать, как и чем можно заниматься. Вот, например, у нас в этом году появилась, оформилась федерация «Пилатес». Вот они выступают, да, сейчас это очень модное направление, а здесь люди воочию видят, как это занимается, что это занимается. Потом различные наши направления видов спорта, то же самое. Плюс это активности, это и пляжный футбол, это и пляжный волейбол. На площади Куйбыша уже традиционно ставится футбольное поле для свободного доступа, да, приходить могут играть жители, там проводятся различные турниры в течение лета, да. Две стритбольные площадки, там тоже игры могут проводиться и проводятся различные турниры. В этом году на УХАУ была установлена площадка для игры в городки. Вот на будущее есть планы увеличить количество этих активностей вот в летний период. Понятно, что это под открытым небом, но это свободный доступ для всех желающих ребят. И очень много мероприятий проводится по различным видам спорта, соответственно. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один сюжет, он как раз касается массового спорта в Самаре. Лето с футбольным мячом, интереснейшие темы. Турнир «Лето с футбольным мячом» проходил с 10 июня по 30 августа. Игры велись в три этапа. В масштабных соревнованиях участвовали детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области. Всего почти 33 тысячи ребят. Сильнейшие игроки встретились в финале, а победители получили кубки и медали из рук губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркнул, что для занятий спортом в Самарской области созданы все условия. Появляется все больше качественных футбольных полей, обустроенных, комфортных. Это стало возможным благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, федеральному проекту «Спорт. Нормы жизни», а также тем усилиям, которые делают власти региона для популяризации поистине народного вида спорта – футбола. «Конечно, очень важно, чтобы наши футбольные клубы и Крылья Советов и Акрон имели подпитку из Самарской области, чтобы самарские мальчишки и девчонки пополняли наши команды мастеров и показывали красивую игру, радость всем болельщикам, всем любителям футбола. И я уверен, что так и будет». Турнир «Лето с футбольным мячом» проводится в Самарской области уже 14-й год, в нем участвуют команды юношей и девушек двух возрастных категорий – 9-11 лет и 12-14. За соревнованиями следят представители двух футбольных академий региона – «Крылья Советов» и имени Юрия Коноплева – и отбирают лучших игроков. К примеру, в прошлом году победители и призеры турнира отправились на 10-дневную стажировку в Академию «Крылья Советов», после чего две девочки продолжили там тренироваться на постоянной основе. Некоторые игроки, выступающие в молодежной и юношеской футбольной лигах, начинали свою спортивную карьеру с этого турнира. «Это дает огромный толчок детям, что для мальчиков, что для девочек. Это огромный плюс, потому что не все, к сожалению, могут приезжать на просмотр в Самару». «Очень приятно, что сегодня проводятся такие турниры детские, то есть команды приезжают и с области, и самарские, и Тольятти. Я думаю, что детям очень приятно, потому что я видел в глазах детей огонек, еще не совсем он погас. Поэтому я думаю, что только на пользу пойдет детям их турнир». Помимо матчей для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами Академии Крылья Советов и товарищеская встреча капитанов команд, участниц турнира с почетными гостями. На фестиваль ГТО учитель физкультуры Василий Дюнаев пришел вместе со своими учениками. Помогает им провести правильную разминку, подсказывает технику выполнения упражнений, контролирует, как они сдают нормативы, а также лично показывает, к какому уровню физической подготовки должны стремиться молодые ребята. Фестиваль ГТО в парке Гагарина собрал любителей спорта всех возрастов, у каждого из которых свои нормативы для достижения золотого знака. Всего нормы сдавали несколько сотен человек, от самых юных до тех, кому уже за 60. Для горожан были доступны беговые дорожки, стрельбище и несколько площадок, где можно было сдать силовые упражнения, такие как отжимания, подтягивания, поднятие корпуса, прыжки в длину и подъем гири. В последние годы уделяется очень большое внимание развитию физической культуры и спорту, выполнению федеральных проектов «Спорт. Норма жизни» по увеличению численности занимающихся физической культурой и спортом. И, конечно же, фестиваль, не фестиваль, а всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является одной из составляющих всех этих мероприятий. Сдать нормы можно не только на сезонных городских фестивалях. В городе работают 13 муниципальных центров тестирования, которые круглый год принимают желающих сдать необходимые нормативы, показать свой уровень физической подготовки и подтвердить его значком из золота, серебра или бронзы. Ну, то есть, на самом деле, массовый спорт в Самаре популярен, вот можно сразу сказать. Да, конечно, у нас есть очень много мероприятий, именно спортивных мероприятий, именно таких больших, городских, да, это и различные легкоатлетические мероприятия, и командные мероприятия, да, в которых может поучаствовать каждый житель при желании. И как ситуация обстоит со строительством новых спортивных объектов? Вот прям краткое время осталось. Ну, спортивные объекты в городе строятся, да, и продолжают строиться. Ну, вот мы очень рады, что есть у нас теперь дворец спорта, да, на улице Модогвардейской. Это большое очень достижение. Спасибо нашему губернатору, что мы вот имеем теперь такой, такой объект. Вот, сейчас строится в Куйбышевском районе плавательный бассейн. В прошлом году был отремонтирован, например, баскетбольный центр. Это на стадионе «Орбита». Это теперь современный зал, и там занимается 13-я спортивная школа. В планах строительство ФОКа у нас в поселке Прибрежный, ну, и ряд других объектов. Самое главное, что здесь у нас очень определенное количество полей и открытых спортивных сооружений построено в территории школ. Я прошу прощения, что первое время осталось совсем немного, а вопрос важный. Парад памяти 7 ноября, насколько я знаю, уже сейчас обсуждается. Очень такая хорошая, позитивная новость. У нас был сокращен в пандемии наши года парад памяти. В этом году он состоится полномасштабный, где примут у нас участие юноармейцы, другие ребята, общественные организации. То есть 7 ноября масштабный парад памяти на площади Куйбышева у нас состоится. Отлично. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Обсудим его в следующий раз. Напоминаю, в нашей студии были заместитель председателя Думы городского круга Самара Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского круга Самара Вячеслав Звягинцев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова